Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 октября 2016 года, вторник. По одному из старинных 35-й день месяца божественного начала 7525-го лета понедельник. Жизнь как медитация на пути развития человека такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор с ведущей Дмитрий Лапшинов. Здравия тебе, Дмитрий! Здравствуйте! Сразу хочу сказать, вот у нас звучит заставка такая, там что-то такое гремит, шумит, и потом какой-то голос раздается. Какие только интересные вопросы по этому не звали. Кто там из вертолета что-то кричит? Что там на иностранном языке такое непонятное говорю? Тем, кто не уловил, отвечаю. Это знаменитые слова Юрия Алексеевича Гагарина при первом самом запуске человека в космос. И эти слова очень простые. Поехали! А на заднем фоне как раз шум космического корабля. Это непосредственный живой звук, записанный во время запуска космического корабля, на котором Гагарин, первый из людей наших современников, нашего времени, вышел, вылетел в космос. И удачно вернулся обратно. Так что вот имейте это в виду. Дальше. Дмитрий, позволь мне торжественную часть соблюсти. Да. Раздражать ты не будешь. Вот здесь пишут сразу. С днем рождения, Дмитрий. Так вот. Значит, поскольку уже меня опередили, в чате написали, а я готовил речь, то я, значит, речь твою убираю в сторону, поскольку опередили, а все, выбрасываю и просто говорю. Будь здоров, Дмитрий. Пускай счастье всегда улыбается тебе. Пусть твой путь развития всегда будет таким, каким он необходим тебе. И часто бывает нас как-то в сторону там оттаскивают, в сторону как-то вот помоги здесь, давай разберемся тут. И человек собой не занимается. Вот я желаю, чтобы ты занимался всегда самим собой, чтобы ты являлся примером для всех нас, как надо себя в жизни проявлять, как надо заниматься собой, как надо развиваться. И уже на твоем примере, своим примером, на твоем примере мы будем учиться, своим примером ты нам будешь помогать разбираться с нашей жизнью. Ну, а поскольку у нас тема сегодняшней жизни, как медитация на пути развития человека, то тем более тебе, как человеку сегодня, отмечающего свой день рождения, наверное, будет чем поделиться с высоты своих прожитых лет. Благодарю. Благодарю еще раз. Да, сегодня день рождения, но самое главное, сегодня один из самых великих дней. 25 октября такой же великий, как и все остальные дни. Такие же. Помимо этого, у нас еще как раз годовщина открытия нашего центра. Вдвойне приятно. И думаю, тогда уж начнем к нашей теме. Время терять не будем. В общем, все совпало, да, и можно теперь начинать. Да, все совпало. Между прочим, мы не планировали, что раз там подстроить нашу открытую встречу именно под день рождения и открытие центра, это чисто так синхронистично совпало. Да, я тоже отвечаю за слова Дмитрия, присоединяюсь к нему, что вообще даже не подозревал, что у нас так все совпадет. И вот тут наши радиослушатели в чате пишут «Счастья, любви, здоровья, сил, привет из Белоруссии» от Татьяны Кадыко. Всех блат, Дмитрий пишет тебе елка. Благодарю. У нас здесь в чате две елки у нас, так что теперь не знаю, какая елка тут пишет. Вот. Ну, в общем, все тебя поздравляют, все тебе всего-сего самого желают, и чтобы ты был здоров, крепок и радовал нас своим успехом, показывал, опять же, в очередной раз говорю, показывал нам своей жизнью пример, как надо развиваться, к чему следует двигаться. Ну что ж, теперь официально откладываем в сторону, снимаем фраг и переходим к дружеской беседе. Пожалуйста, микрофон тебе. Итак, прежде чем открыть и развить нашу тему, хотелось бы развернуть, что такое с собой медитация как таковая. Так как сегодня много людей сидят в позе лотоса с закрытыми, с открытыми глазами и что-то внутри себя делают. Им это обычно принято называть, там, человек медитирует. Но у нас сегодня существует из ментальных практик такие, как направление концентрация, созерцание, визуализация, аффирмация, медитация, в конце концов, и уже как плод высшего достижения, это состояние, то, что называют не медитация, либо наши предки назывались состояние сознания, был иная, либо другая реальность. Итак, существует множество практик, и не все из них, они развивают сознание в сторону, вглубь. Большинство из них развивают сознание вширь. Итак, важность и необходимость и вообще для чего в повседневной жизни человеку медитация, как таковая концентрация. Итак, хотелось бы начать с того, что все есть сознание, и сознание все начинается и уворачивается все так же в сознание, в источник. Сознание, так можно сказать, дух, есть источник. И наше физическое тело сегодня большинство людей по телам подразумевают и понимают это как плоть, руки, ноги, тело. Но тело, в первую очередь, это продолжение сознания, материализовавшееся сознание. Итак, сознание есть источник, сознание есть все. Все остальное уже продолжение нашего сознания. Практики же как уже говорил, есть много-много практик ментальных, духовные практики, практики, поднимающие вибрации и эволюцию человека. К ним относятся такие методики, как созерцание, концентрация и погружение в состояние немедитации. То есть состояние, когда объект наблюдения и сам наблюдатель становятся едиными, цельными. То есть состояние другой реальности были иной. Все же остальное, медитация, это медные трубы, я обычно так называю, то есть отвлечение. Когда человек занимается глубоким сосредоточением, мы погружаемся в глубинные слои своего подсознания. И на определенных уровнях вибраций у каждого человека свои медные трубы отвлекается. Отвлекается либо на свой опыт медитации, то есть вспомнил какое-то либо прошлое, либо будущее воплощение, либо на опыт медитации, когда начинает чувствовать духовный экстаз, отвлечение. Это все же к истинной работе расширения сознания не относится. То же самое визуализация. Визуализация также не относится к методикам поднятия вибраций. Аффирмация точно так же это красить золото, то, что я называю золотой краской, когда мы создаем очередной новый шаблон на уровне своего подсознания. Пусть он нашему уму кажется немножко красивее, красочнее, но тем не менее это тоже шаблон, когда человек свою идею концентрируется на ней, удерживается, ее засыпает в своей идее, меняя свою психику и мировосприятие, но тем не менее это новая печать, которая привязывается наше внимание. Это равносильно тому, что тучи, скрывающие солнце, и мы взяли, разогнали тучи, и вокруг солнца теперь белые облака развесили. Но как черные тучи, так и белые облака, они скрывают солнце. И вот необходимо растворить и тучи, черные и белые облака, чтобы солнце проявилось. То же наш, то есть наш дух, наше сверхсознание, наше истинное проявилось полноценно без искажения. И вот для этой цели единственные прямые практики это концентрация сосредоточения, переходящие в состояние немедитации. То есть тотальное присутствие, но не логическое, а интуитивное. И так, вот именно эти практики я имею в виду, когда говорю слово медитация. Это очень надо твердо, четко знать. Повторюсь, визуализация, аффирмация и сама медитация это медные трубы, отвлечение от пребывания в своем глубинном сосредоточении. Для чего же нужно это человеку? Есть ввести такие два определения, как иллюзия и майя. Под иллюзией мы обычно понимаем сон человека, когда человек сегодня живет столько разных печатей с самого детства, тогда то и больше самых со всех воплощений понасобирал, что уже цепляется за реальность материального мира и для него нет ничего важнее, как взрастить материальный плацдарм вокруг себя и как-то там получать удовольствие именно от материи. То есть его внимание зацепилось за материальность и настолько ментально в этом укоренилось в этой реальности, что глубже этой поверхности айсберга человек не видит. Первое, что дает нам глубокое сосредоточение и работа с сознанием, это поднятие вибраций и растворение этих шаблонов стереотипов, когда человек начинает воспринимать и осознавать нечто более глубинное, нечто более важное, нежели первый слой поверхности, избавляясь от этого, от этой иллюзии. Наступает после иллюзии это сон человека, вторая стадия майя. Майя это сон Бога, то есть бывают йогины, достигли высоких уровней развития в своем технике присутствия, концентрация, у них открываются способности и они прельщаясь этим способностям остаются на этом уровне. Это так называемая сон Бога, когда человек остался на этом уровне, зацепился и дальше не двинулся. Вот цель дальнейшего это даже не зацепиться, не цепляться за те способности, которые косвенно начинают проявляться, когда человек путешествует вглубь своего подсознания, то есть занимается глубинным сосредоточением. И вот цель любой практики сосредоточения и концентрации это не цепляясь ни на какие опыты, ни на какие иллюзии и майи пронзить и пройти все эти медные трубы до реальности. Каждая реальность конечно вас будет воспринимать по-своему, но тем не менее в первую очередь практика медитативная необходима человеку для того, чтобы он проснулся. Если же человек даже материалист и ему легче поспать побольше, поглубже и укорениться во сне, нежели проснуться, пробуждение его не интересует, то даже медитативные практики, а именно концентрация, как минимум позволит ему раскачать его мозг, увеличить способности ума, разума, интеллекта. Это так называемый путь для младшего техники сосредоточения, увеличить его продуктивность мозговой деятельности. Человек уже среднего уровня зрения, то есть человек ищущий. Практики сосредоточения медитации позволят ему слышать себя, слышать свое внутреннее я, свою душу, а не цепляться за идеологию ума и за свое эго. И практики уже более высокого уровня развития высшей колесницы благодаря медитативным практикам, а точнее повторюсь техникам сосредоточения достигают пробуждения, далее просветления. Итак, есть четыре уровня развития сущности, которые мы сегодня называем человек. Первый уровень это просветление, второй уровень творения, третий великий переход, то что мы называем состояние, когда наше тело перестает откидывать тени. И четвертый высший это уже тело света, то что предки раньше же называли святых, достигших этого уровня, то есть человека, накопившего себе внутри свет. Вот в принципе основная суть необходимости и важности техники сосредоточения, медитации, концентрации. По сути, как уже сказал в начале, все есть сознание, и единственная духовная практика это работа с сознанием, все остальное это лишь подготовка к этому. Все пранаямы это подготовка к работе к сознанию, все энергетические практики это также подготовка к работе с сознанием. Духовность начинается тогда, когда мы начинаем работать с сознанием, так как нет ничего здесь, кроме сознания. Кто бы, что бы, как бы, не сказал, какую бы идею не возник, что бы сейчас бы мне не обозначил, да нет, реальность все-таки вот этот кусок металла. Тут, где этот кусок металла появился, в первую очередь это в сознании, которое припредел внимание, поэтому источник всего это сознание, и именно техниками сосредоточения мы свой источник, свое естество начинаем шлифовать, развивать, скидывать все сны, печать и убеждения, и постепенно пробуждаясь, достигая своей окончательной точки реализации. а вот в принципе основная суть, здесь очень важно отделить, что такое медитация, что такое концентрация, что такое сосредоточение, так как многие берут за потолок медитации, что нет ничего выше и лучше, медитация. Еще раз скажу, у кого-то может быть свое мнение на этот счет, и пожалуйста, и замечательно, но тем не менее, я говорю от своего опыта, медитация, это медные трубы. Чем она отличается от визуализации? В визуализации мы сами придумываем картинку, мы сами визуализируем, к примеру, мы сами работаем с энергией, допустим, та же самая микрокосмическая орбита, когда энергии поднимаем по определенным каналам и опускаем, либо визуализируем какое-то событие, которое хотим реализовать, то есть, наш ум участвует в какой-то картинке, в какой-то творении, какой-то реальности. В медитации же нет, в медитации мы ничего не визуализируем, мы только наблюдаем то, что происходит, и причем в нашем наблюдении работают все пять органов наших чувств, то есть, то, что с нами происходит, мы начинаем ощущать, как будто мы реально это проживаем. То есть, вы вышли на улицу, идете по улице, вы чувствуете, как поток ветра вас разрезает, там дует, вы чувствуете, как там одежда соприкасается с телом, как вы там споткнулись, как ноги там передвигаются, как вы видите, все в реальности ваши пять органов чувств работают. То же самое в медитации, когда вы входите в медитацию, вспоминайте, к примеру, свое воплощение, вы настолько убеждены, что это реальность, и не сразу понимаете, что вы находитесь в медитации, так как ваши все пять органов чувств начинают ее проживать активно, как реально. Но, тем не менее, это тоже медные трубы, за которые не нужно цепляться, и которые нужно растворить, поназить и уйти дальше. Дим, то есть, получая следующее, если так вот подвести итог сказанному, такой под итог, то получается, медитация – это наблюдение, а визуализация – это сотворение? Нет, наблюдение – это все, что называют концентрация, когда мы сосредотачиваем однонаправленную фокусировку внимания, наблюдение – это концентрация и созерцание. И когда мы достигаем уровня высокого в своей концентрации либо созерцании, у нас поднимаются вибрации, и на определенных вибрации нас выбивает, выбивает в медитацию. И вот, то есть, медитация – это опыт, который настигает человека, занимающимся концентрацией либо сосредоточением. просто я хочу точнее вопросы задавать, чтобы было более понятно, что ты имеешь в виду по словам медитации и визуализации. Ну, хорошо, визуализация – это сотворение? Да, это когда наш ум что-то рисует, обрисовывает, либо вращает энергию внутри тела, либо снаружи. То есть, работает ум. Он, когда создает мыслеформу, эта мыслеформа потом, возможно, в жизни воплощается? Как следствие, да, если работать с мыслеформой. Если достигнуть высокого уровня работы с мыслеформой, то есть, визуализации, возможно, производить такие в кавычках чудеса, как материализация каких-то объектов в пространстве? Ну, по сути, скажу сразу, да, и по сути, что такое Маха Ситхи, когда Ситх что-то материализовывает? Он именно создает образ, но он образ остается, находясь в нуле, в основном, внутреннего диалога, и тогда время в него сжато, и тогда его мыслеформа максимально в ноль времени реализована. У обычного же человека у него хаотичный внутренний диалог, он о чем-то думает, она тоже мыслево материализуется, но только растянутая во времени, он уже может забыть, а через месяц, через полгода она раз и придет к нему. И вот чем чище человек на уровне сознания, тем быстрее его мыслеформа материализуется. Хорошо, давай только с медитацией тогда еще договоримся. Значит, слово медитация, насколько я понимаю, идет слово серединное, медиум, то есть медиум тот, который получает информацию откуда-то и куда-то ему кому-то передают, такой переходник, транслятор чего-либо. Вот если мы с этой стороны будем слово медитация рассматривать, то в этом случае что такое медитация вот с этой точки зрения? Ну, если разбирать слово медитация от слова медиум, то есть медиум получает информацию с какого-то тонкого плана, частоте вибрации, которая соответствует его сознанию. Чем выше его вибрация, тем глубже он скачает информацию и более качественно ее интерпретирует и переведет. Но, тем не менее, присутствует в данном случае наблюдатель, то есть сам медиум, и тот уровень, то измерение, с которого он считывает информацию. То есть есть наблюдатель и есть объект наблюдения. Это уже дуальность, то есть есть двоичность. Трансцендентности к просветлению это не ведет. Для того, чтобы уйти в просветление, мы объект наблюдения и сам наблюдатель должны стать цельным. То есть мы не должны даже цепляться за тот уровень мироздания, с которого идет информация, за себя, за свое эго, как медиума. И за те слова, либо, допустим, если ему идет какой-то поток информации. То есть цепляние произошло, пошло, мы это интерпретировали, все, мы находим, мы в дуальности. Для того, чтобы уйти дальше, мы не должны цепляться ни за чего. Тогда мы сольемся, наш поток, наш уровень измерения и сами мы станем цельными. Вот концентрация, ведущая к трансцендентности, это как раз мы объект наблюдения и наблюдатель должны стать единым. И еще одна формулировка медитации, которая тоже всем известна, это от латинского размышления, то есть род психических упражнений, которые используются где-нибудь в составе духовных, религиозных или оздоровительных практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений или в силу каких-то иных причин. То есть не просто получение информации, а еще и размышления. Вот может с этой точки зрения еще тоже глянем, как ты себе представляешь? Да, есть этот уровень, допустим, уровень троичности, первая стадия самосовершенствования человека, они начинают с рациональных медитаций, то есть размышлением, к примеру, внутреннее размышление над, допустим, структурой вселенной, либо, допустим, сутры, размышления над сутрой, либо размышления над куаном, то есть это рациональные медитации, здесь присутствует логика, здесь присутствуют рациональности, а если присутствует ум и логика, значит нет трансцендентности. Это самые первые, первичные практики самосовершенствования человека через рациональность. Да, такое есть. Вот когда разговариваешь с какими-то мудрецами, очень часто приходится от них слышать такое слово, что вообще жить надо так, как будто ты медитируешь, то есть твоя жизнь должна стать одной единой медитацией отношений ко всему, что происходит в мире. Ты должен получать информацию, ее принимать как она есть, обдумывать как она есть, не на себя что-то новое, свое, не перевирая информацию, только в этом случае ты засекнешь какого-то совершенства. С другой стороны, исходя из того, что ты сказал, я так понимаю, что медитация это всего лишь на все инструмент для достижения какой-либо цели, но не является целью жизни. Даже больше того, медитация это является не инструментом, это является отвлечением инструмент, допустим, это концентрация либо созерцание, и когда человек достигает опыта в них, он испытывает опыт, опыт, духовный опыт. Этот духовный опыт есть медитация. Вот уже это отвлечение на духовный опыт, какой бы красочный и красивый он бы не был, уже есть отвлечение. И этот опыт, в котором органы чувств наши работают и проживают это как реальность, вот это значит глубокий опыт, и эти глубокие опыты обычно называют медитацией. В данном же случае то, что ты сказал, допустим, человек-мудрец, который говорит о том, что надо же быть в медитации постоянно. Дело в том, что мы живем в эпоху поломанного телефона, и сегодня под медитацией медитация стала общим термином. Под медитацией могут назвать и концентрацию, и визуализацию, и сосредоточение, и аффирмацию, и общим термином все эти определения мы называем сегодня медитацией. В данном случае тот человек-мудрец, который говорит надо жить постоянно в медитации, имеется в виду надо жить, если уже более человек, который глубоко понимает эти процессы, он понимает, что имеется в виду не медитация, а имеется в виду присутствие. Присутствие, когда человек одновременно ощущает и осознает себя и те процессы, которые происходят вокруг него. Это уже как раз уровень сосредоточения, и от его глубины сосредоточения будет зависеть, сольется он с внешним космосом и внутренним, либо нет. Но это уже не медитация, но об этом обычно говорят уже люди, так сказать, кто в теме. А для людей, которые этих процессов не понимают разницы, им просто обычно говорят медитация и все, будь в медитации, без того, чтобы человеку там воды не размешать, не с целью утаить что-то от него, а с целью для того, чтобы у него каши в голове не было и он не запутался. То есть, для начала человеку необходимо все расставить по своим местам, по полочкам разложить, сосредоточиться, научиться сосредотачиваться на чем-либо, научиться наблюдать за собой, научиться наблюдать за окружающим миром и только после этого ему можно уже что-либо давать, потому что если он не умеет даже элементарно сосредотачиваться на чем-либо, не умеет контролировать свои мысли, эмоции, поведение, дыхание, движение тела, в конце концов, в пространстве и одновременно не умеет следить за пространством, то в этом случае говорить о каких-то высоких материях это будет как сказки, какие-то, как ребенку читают, Лишь бы для того, чтобы он заснул Занять его так Что-то получает информацию какую-то И одновременно успокаивается Получается так, да? Да, работа с сознанием Это целая ювелирная работа Здесь надо тонко подходить Тут есть несколько ступеней, несколько уровней С каждой практикой Так как не все практики работы с сознанием Приведут к трансцендентности Некоторые практики, наоборот, могут увлечь И зацепить человека в дуальность Когда он к объекту своей фокусировки внимания Отцепляется и привязывается Особенно если он занимается концентрацией искусственно Искусственно с усилием ума Держит свой объект в фокусировке внимания И поэтому есть такой целый алгоритм Состоящий из трех ступенек По шлифовке сознания Первое, это называется концентрация В разных традициях Это называется по-разному Где-то шамадхи, где-то шане Где-то однонаправленная фокусировка внимания Но по сути это концентрация Цель которой стабилизировать Дух, стабилизировать внимание То есть войти в состояние наблюдателя Именно войдя в состояние наблюдателя Мы перестаем хаотично и безосознанно Терять энергию Которая терялась на внутренний диалог Хаотично, неконтролируемо Которая терялась на психику Которая терялась на физические действия Которая теряется на процесс пищеварения И которая теряется на цепляне внимания за объекты И вот первая стадия концентрация Цель которой наработать наблюдателя То есть наработать однонаправленную фокусировку внимания После того, как человек научился Быть неотвлеченным от своего объекта концентрации Но обычно Очень высокий уровень Это 30 минут 30 минут Созерцать свой объект И ни на секунду от него не отвлекаться Ни на звуки, ни на внутренний диалог А чистое Можно, грубо говоря, просветить час сосредоточения И весь час о чем-то думать О своем мирском А можно и 5 минут И все 5 минут быть сосредоточенным Вот именно качество И вот должно человек достигнуть качества В концентрации до получаса Ни на отвлеченности Ни на секунду После этого он уже может переходить Ко второй стадии Которая называется Держание внимания Цель которой Соединить тонкий Видение тонкого плана И видение физического измерения То есть соединяя явь и навь Мы входим в состояние прави Просветления И вот когда человек Удается пребывать одновременно И в яви И в тонком плане Подчеркну Не поочередно Сначала в яви Потом в нави Потом в яви Потом опять в тонком плане Выпадая Как это любят делать эзотерики Попутешествовать в тонких планов Потеряв осознанность На мгновение на физическом Либо наоборот Только в физическом Не погружаясь в тонкий план А здесь имеется в виду Когда наша осознанность Способна пребывать Одновременно И в тонком плане И в физическом И причем контролировать И тот и другое измерение Одновременно и сто процентов И вот тогда Они начинают сливаться И вот когда они слились Человек входит в третий уровень Техник Работы с сознанием Оно Так сказать На открытый доступ Нас могут слушать все Я не могу широко говорить Как эти практики называются Так как Они закрыты Закрыты не мной Просто меня Потом по головке не погладя За то что я Говорю Такие вещи И вот Третий уровень практик Работы с сознанием Это уже работа в трансцендентности И только здесь Уже начинается Процесс духовного развития Духовной эволюции Сущности Под названием человек То есть На третьей стадии Начинается просветление сознания Но на этом эволюции Человека не заканчивается А только начинается Интересно ты сказал Что если назовешь эти практики То могут тебя по головке не погладить Но при этом ты рассказываешь Как эти практики действуют Это можно А, понятно Потому что человек Там две У сознания Две природы Для того чтобы соединить Эти две природы Человек должен знать практику Обязательно Как в мультфильме Там про 38 попугаев Не будем говорить кто это Хотя Не будем показывать Нем пальцем Хотя это был слоненок Из этой серии Ну могу Допустим Если настолько Интересно Любопытно Могу допустим Просто подсказать направление К примеру Направление То направление Которое мы сегодня Называем Спас И то что они называют У внимания Есть прямое направление Внимания И обратное направление Внимания То что эзотерики Называют Нисходящий поток И восходящий поток Вот цель У эзотериков Либо цигунистов Соединить Восходящий Нисходящий поток И тогда Она войдет В трансцендентность Спасе Это бы звучало Как соединить Прямое внимание И обратное внимание Одновременно Ну в общем-то Ты рассказал Начало С чего надо Начинать Сначала На 30 минут Умение Не отвлекаться Ни от чего Концентрация Совершенно верно Обычно Человек Занимаясь Концентрацией Он отвлекается Именно Либо на медитацию Либо на Что-то вспомнил О своем Бытии В общем На внутренний диалог Либо укореняясь Концентрацию У нас будет Постигать опыт Когда тело Будет пронизывать Духовный экстаз И многие Теряют точку Фокусировки Внимания И переносят Наблюдение За наслаждением Своего Вот этого Медитативного Опыта И вот это Все тоже Относится к медитации То есть Любое отвлечение На любой Медитативный опыт Вернее Любое отвлечение На опыт Присутствия Это и есть Отвлечение Уход в медитацию То есть Медные трубы Понятно Понятно В общем Ты советуешь Даешь советы О том Как не превратить Свою жизнь В какую-то пустышку Проведенную В каком-либо Восторженном состоянии И не более того Часто бывает Когда человек Какой-то на занятиях Сидит И Особенно женщина Свойственно Думает Ой А выключил я Там свет Ванной Ой А не забыл Там утюг Отключить При этом сидит Так в позе Лотоса Да Все правильно Там ручки сложены Спинка прямая Глаза Глаза там закрыты Думает О чем-то Таком Хорошем Но при этом Мысли посещают Практика Выполняется Не снаружи А внутри Не внешней формы У человека Может быть Осанка И йог А не йог Там Гимнаст Он может быть Замечательный А сознание Может быть Рассеяно Во внимании Но еще раз Хочу бы сказать Я не даю Что только так И никак иначе Это я сейчас Обозначил То что Называют Путь Прямой путь Развития Расширения Сознания Самосовершенствования Сознания Отвлечение на медитации Тоже сладкое И кому-то это интересно Интересно в первую очередь Уму Уму любопытно Посмотреть Будущее Вспомнить Свои воплощения Уму также интересно Скачать какую-то информацию Которая нас Когда-то интересовала Это тоже неплохо Я не говорю Что медитация плохо Но это Небольшая пауза Это небольшая остановка На пути Самосовершенствования Главное Не делать эти паузы Постоянными И вообще Не залипать на них Идеально Это Неотвлеченно Двигаться дальше Вот ты сказал там Что некоторые йоги Они больше на гимнастов Похожи Ведь йоги могут обидеться На тебя Сказать Ничего себе Нас обзывал Гимнастами Мы наоборот Всегда говорим Что йога Это не гимнастика А тут Дмитрий Про нас Как про гимнастов говорит Осознанный человек Поймет О чем я имею ввиду Сегодня К сожалению Под йогой Понимают Техник Когда человек Ноги за уши Крутит На шпагат Садится В асанах Идеально сидит Йогов раньше Брали только в тех Людей Которые способны Остановить физическое дыхание И сердцебиение Вот тогда Начинается йога Йога это Непрерывное Пребывание сознания В яви И в нави Одновременно То есть Это грубо говоря Просветление То что мы сегодня называем А сегодня мы К сожалению В социуме Под йогой Называем Гимнастику Здравомыслящий человек Не обидится Поймет А если человек Возникла такая реакция Ну Я ничего не могу Поделать Я просто говорю Объективность Хорошо Если тема В основном Раскрыта Тогда мы можем Переходить к вопросам Да Давайте Напоминаю Что вопросы Принимаются в чате Народного славянского радио Для этого вам необходимо В любом поисковике Набрать Народное Славянское радио Абсолютно в любом Дальше перейти на сайт Славомир.орг И после этого Найти на сайте Слово Чат Если вы еще не зарегистрированы То придумывайте Логин и пароль Указывайте e-mail Куда будут приходить Ответные письма Счастья После регистрации И в общем-то все Не забывайте Логин и пароль Пользуйтесь Если вдруг В каким-то причинам Ваш e-mail Не принимается Рекомендую Ну бывает такое Там слишком много Тире Подчеркиваю Там еще четкие Заумные символы есть Чатик старенький Не совсем справляется Не такой умный Не успевает за вами То в этом случае Вы просто-напросто Придумаете Что-нибудь попроще Какой-нибудь временный В Mail.ru Или в Яндекс.ru Зарегистрировайте Где там поменьше Пробельчиков будет Подчеркивание Точек там внутри Имени И его укажите И будет все хорошо И будет вам счастье И вы сможете Заходить в чат В любое нужное вам Время Задавать вопросы В эфир Живой эфир Или общаться С друзьями Вот как раз Таким вопросом Мы и переходим И кстати Всем новоприбывшим Всех я Приветствую в чате Всем Кто новоприбывший Я напоминаю Что существует форма Задачи вопросов Которая была утверждена Давным-давно Для того Чтобы понимать Вопрос это в эфир Или это просто Общение дружеское Между собой Такое Вот в чате И для того Чтобы понять Вопрос это эфир или нет То принято так Вначале Пишется фраза Вопрос в эфир Дальше От того-то того-то Живущего там-то там Например Вот сейчас пришел на вопрос Вопрос в эфир От Олега из Иркутска Дальше уже идет Сам вопрос И в общем-то Мне будет понятно И Василию Васильевичу Который сбрасывает Вопросы уже В наш маленький чат Где эти вопросы Все концентрируются Что это именно Вопрос Который необходимо Озвучить В данном случае Дмитрию Итак Мы переходим Ко второй части Нашей программы Ответы на вопросы Наших радиослушателей Первый вопрос Пришел от Самары Так себя человек называет Вопрос эфир Можно ли считать Наше человеческое тело Биосуществом Которому мы Даем при рождении Внегласное Обещание Привести его К телу света Духотворить Материю Он может Хоть как назвать это Пожалуйста Если это интересно Созвучно Можно так сказать Но А так По большому счету Человек прав Именно Так оно и есть Ну давай немножко уточним Все-таки Вопрос звучал так Можно ли считать Наше физическое тело Биосуществом Биосуществом Мы себя можем считать Вернее не себя А наше физическое тело Которое нам принадлежит Ну это нам никто не запретит Первое Мы можем себя считать Кем угодно А так Наше тело Что мы смотрели Подразумеваем Под существом А так да Наше тело биологическое Наше тело Продолжение Сознания До уровня биологии Так сказать Материи Ну понятно На физическом Биологии Грубо говоря Так Можно считать Да Вот мне тоже Существо Надо понять Что имелось в виду Потому что Существо Здесь сейчас Очень много вариантов Различных Поэтому Биосущество Ну какой-то Биоорганизм может быть Да Наверное так Организм какой-то Хорошо Которому мы То есть Высшее я Там Божественная сущность Я не знаю Как там еще можно назвать Даем Прирождение Которому мы Даем при рождении Внегласное обещание Привести его К телу света То есть Вот это вот Биосущество Биокомпьютер Биоробота Назважно Назвать как хотите Вот это вот тело Мы Как настоящий Владелец Своей жизни Даем обещание Вот этому Биороботу Биосуществу Что приведем его К телу С цвета То есть Одухотворим Материю Вот это вот у нас Не то что мы Там даем Обещание Даем обещание Это все Включается Рациональность Но уровень духа Он за пределами Рациональности После Ментального Тела То есть Что мы называем Ума Время Ржимается В точку И где уровень духа Там уже Вне времени Вне пространства Единственное То что Вот этот шлиф До тела света Это закон совести То есть Дух Совестью Инструментами души Духотворяет тело К свету Тут Нету Дух Там мы дали Там обещание Телу А вообще У меня стоит вопрос Такой Ну Всем нам Вопрос такой Когда Рождается Вот это вот Биосущество Разумно ли оно Само по себе Вот такой биокомпьютер Раз и появился Вылез из мамы Там Да Вот родился Пуповинку перерезали И вот что В этот миг Вот этому Биосуществу Еще не сформировавшемуся Как личность Еще не сформировавшему Окончательно Свой мозг Не имеющий Никакого представления Об этом мире Какой-то информации Опыта жизненного Мы должны ему давать Какое-то обещание Вот для меня Честно говоря Здесь немножечко Нестыковка Обещание Можно давать тому Кто Это обещание Способен Освоить Понять Ну вот Общается два человека Да Один Один к другому Говорит Дай-ка мне Взаймы Пожалуйста Три карташины Я там суп сварю А завтра в магазин схожу Или там На грядку схожу Выкопаю И тебе там Три карташины верну Вот обещаю тебе вернуть Или там Мальчик с девочкой Встречается Говорит Когда мы вырастим Я обещаю тебе жениться Да Вот То есть Они находятся В состоянии понимания О чем вообще идет речь Но когда Здесь приводится Пример Биосущество Стояние Только что Рожденное То в случае Мне непонятно Как высшее Я Или Божественная Сущность Ты привел примеры Когда Привыкли Что обещания Дают На уровне Я И между Одной Единицей Допустим Человек И другой Единицей Человека Вопрос был У человека Обещания С одного Плана Его собственного И другим Планом То есть Высшее Я там Дает обещание Грубо говоря Телу А зачем Это давать Если одно Это целое Это первое И вторых Это на другом плане Там и так Все понятно Вот я тому же и сказал Что обещания Никакого нет Обещание Это рациональность Да Вот поэтому И с твоей точки зрения Которую ты сейчас Только что сказал И с той точки зрения Которую я провел Здесь же Про биосущество Разговор был Да Биосущество Подразумевает Некую разумность Оперирование Мозговой деятельностью Да Вот мозги там Работают Что-то делают Плюсики Нолики Складываются Единички Двоечки вылетают Или нолики Что-то там происходит Оперируют Теми знаниями Опытом Которые в жизни есть И тогда они складывают Да Нет Хорошо Плохо То есть дуальность У человека же всегда В мозгу дуальность присутствует Это существо Которое выше физического тела Оно в дуальности Никогда присутствовать не может А само физическое тело Оно всегда склонно к дуальности Хорошо Плохо Тепло Холодно Так вот Если мы говорим Про биосущество То есть про биокомпьютер Телесное какое-то состояние То в этом случае давать Обещания Тому кто это обещание Еще не понял Ну как-то это не совсем серьезно И на этом уровне И на том уровне Более высоких Материй О которых ты говоришь Поэтому Мне кажется Здесь что-то Не то в этом вопросе Ну это моя точка зрения Я могу ошибаться конечно Так дальше Вопрос эфир Света из Петрозаводска Дмитрий Здравия Возможно ли при помощи Медитации Научиться Распознавать Иллюзии Благодарю Если Говорить более точно Распознавать иллюзии Мы способны И это становится Реальностью Распознавать иллюзии Растворять их Не медитацией А сосредоточениями Либо концентрациями Практикой Либо той Либо второй практикой Мы да Мы растворяем иллюзии Если человек Занимается медитацией Тогда он наоборот Создает себе Вторичную иллюзию То есть иллюзии Поверх иллюзии И единственное Что если он Занимается медитацией Он может Преодолеть Старую иллюзию И укорениться В новую иллюзию Которую себе создал Поэтому Преодолевание Любой иллюзии Это концентрация И сосредоточение Дима А вообще такой вопрос Слово Иллюзия Не наше Не русское Не славянское Да какое-то Может быть Есть слово Заменитель Этого слова Который понятен Был бы всем Русским людям И людям На русском языке Или на славянском языке Марио Значит давайте попробуем Возможно ли При помощи медитации Научиться распознавать Марио Да Да Вот Давай теперь уже По русски Попробую сформулировать А как это сделать Во-первых Что такое Марио Да И как-то вот Отсюда будем плясать Ну если Говорить глубоко То по сути Мы воспринимаем Стол Квадратным На четырех ножках Это тоже Марио Так как есть Все на глубинном уровне Есть Поле Которое вибрирует На определенных частотах Но это еще не самая глубина Так как вибрация Это уже время Это уже колебания И тем не менее С воплощения Воплощения С цивилизации В цивилизацию Мы создали себе Печати Что Там Небо вверху Земля внизу Что стол квадратный Допустим камень Там такой-то Овальный И тем не менее Мы уже на подсознательном уровне Держим себе В печати Глубинные печати Которые Сегодня рисуют Вокруг нас То, что мы называем Реальность И вот эта вот Обрисованная реальность Нашими печатями Она также называется Марьевом То есть иллюзией Для того, чтобы увидеть Действительность То есть истинную реальность Мы не должны Не только медитации Все свои растворить Но мы даже эту реальность На глубине всех печати И должны растворить Чтобы увидеть Многомерность А не трехмерные Вот эти вот предметы Дима, может быть Для тела физического Это не надо Но у тебя оно проходит Свои уроки Дает нам какую-то Какие-то ощущения Какие-то познания Ну вот ушло Оно и ушло У нас-то все осталось Мы с собой это все взяли Унесли А так бывает Телу что-то показали Раз там кукушка слетела Теперь он всех в больнице Всем сидит Рассказывает, что он Наполеон Например, да? Может быть и не надо Так вот глубоко-то? До тела вообще ничего не надо Ну как же? Кушать надо Пить надо Общаться Это ум Ну а ум же руководит телом Вот именно он Уму надо И он руководит телом А телу У него нету добров Без ума Тело Скафандр Грубо говоря Но скафандр силы Я не хочу сейчас обидеть тело Тело это колоссальный Колоссальный материальный Так сказать Источник энергии Сгусто сконцентрированной Энергии Ну без ума Он так сказать Пуст в действии И действие задает ему Сознание Подсознание Что надо ему Что не надо Даже процесс Вот то что мы говорим Проголодалось Не проголодалось оно Это нужно не телу Это руководит процессы Сознание-подсознание К примеру На уровне сознания Да мы можем поднять руку Можем поднять ногу С кем-то поздороваться А на уровне подсознания Подсознание руководит процессами Дыхания Обмен на веществ Процессом пищеварения И эти программы на уровне подсознания задал когда-то так же ум своим первым воплощением еще в какой-то энной цивилизации, что нужно именно так. И все эти программы не на уровне тела, а на уровне подсознания, то есть на уровне ментального тела, а не на уровне физического тела. А физическому телу оно свободно от всех этих программ. Хорошо. Идем дальше. Вопрос с Фирот Самара. Являются ли звезды нашими предками, которые развили тело, душу и дух и вышли на уровень звезды? Или звезды – это только майя? Любая материя имеет сознание. Сознание без материи, вернее материя без сознания существовать не может. Это точно так же, как пространство без времени и время без пространства. Поэтому от капельки воды до атома яблока до нас планеты имеет сознание. Звезда, Солнце имеет сознание, галактика имеет свое сознание, свои уровни. И звезды также имеют свои сознания, с которыми мы связаны на уровне подсознания. И поэтому, да, это какая-то сущность однозначно. Какие-то звезды наши предки, какие-то звезды наши потомки. Мы говорим просто о нашей предке, потому что мы время относим, что прошлое сзади, а будущее впереди. На самом деле они одновременно проживаются, слева и справа. Это все равно, что, допустим, люди сегодня вокруг нас, мы там способны увидеть, сколько там за раз, сколько там людей, тысячи, миллион. Возможно, реальность такова, что какая-то часть тех людей, которые сегодня как бы там проживают, в статистике реальными своими очами, мы же их не видим. Возможно, они проживают в своей другой какой-то реальности. Но это все, так сказать, домыслы и майя, иллюзии. Но, тем не менее, реальность перед нами только та, которую мы видим перед собой на данный момент времени. И то собрано нашими печатями подсознания. Правильно я тебя понимаю, что ты не берешься утверждать, что звезды – это наши предки, и предлагаешь просто не париться по этому вопросу, а заниматься тем, что у нас есть жизнь, развивайтесь в этой жизни, познавайте. Ну да, я не сторонник отвлекаться на думы об иллюзии, внутри иллюзии. Внутри этой мы живем в иллюзии, и еще будем думать, создавать еще новые иллюзии, и просто будем уходить в сторону. Можно об этом подумать, поразмыслить, но это не рационально. Ну хорошо, если человек считает, что на самом деле звезды – это его предки, и он также должен стать звездой, навредит ли это или не навредит его развитию? Вот он знает об этом и совершенствуется. Если он будет за этот… да, во-первых, да, если умозаключение какое-то выводить, я также сторонник, что, возможно, это какие-то наши предки и потомки, потому что время, оно нелинейно, причем одновременно, у нас нужны там две соседние звезды, но одна из будущего света, другая из прошлого. Если говорить на языке дуальности, то да, это не помешает там полюбопытствовать, но это нас отвлекает и выводит от состояния присутствия, а именно в присутствии начинается духовный рост. Все, пошел ум, пошли умозаключения какие-то, мы остановили свой процесс развития, подумывали, полелеяли свой ум, главное потом дальше встать и укорениться в присутствии. И я так предполагаю, что у некоторых наших радиослушателей может возникнуть такое представление о том, что ты призываешь быть сосредоточенными такими роботами, которые всю жизнь свою посвящают только вот этому жесткому самонаправлению, никаких в сторону шагов ни вправо, ни влево, и у них может возникнуть вопрос, ну как же так, что о высоком не думать, что нам не быть поэтами, художниками, литераторами, что вот, только-только вот сидеть и сосредотачиваться, размышлять и наблюдать себя и тут, и там, и вот в этом заключается наша жизнь, может быть тогда проще быть каким-то там кроликом, который в Наре живет, который на этом Наре сосредоточен? Хороший вопрос, но любой человек, который хоть имел хоть какой-то опыт, ну не хоть какой-то, а именно глубинный опыт тотального присутствия, он понимает, что именно в присутствии у нас душа, душа открыта, музыка, то, что называют, посетила, и мы именно одновременно и художник, и если мы, когда человек рисует картину, он не думает, как, не умом кисть ведет, а он у него в воодушевлении, в присутствии, он, душа раскрыта, и он творит, выводит то, что из себя, ювелир, то же самое, он в тотальном присутствии, воодушевлении это все занимается, когда мы находимся в присутствии, мы ни в коем случае не робот, когда мы находимся в присутствии, мы беспрепятственно позволяем своей душе открыться, и то же самое, я что хотел именно сказать, от дум, какая, так сказать, какая вселенная, как бы мы хорошо ни думали, логическую картину бы мы ни составили, она только останется думами, идеями, надо взять и ощутить ее, слиться с ней, и получить наслаждение от этого. Я вот, что именно говорю, сколько мы не будем думать, мы истину не познаем, истина познается только опытом, а в опыте мы не робот, в опыте мы, наоборот, в душе находимся. Благодарю. Следующий вопрос в эфир от Дмитрия. Возможно ли навредить себе, занимаясь концентрацией и созерцанием? Какова техника безопасности? Благодарю. Очень хороший вопрос, даже рад, что его задали. Есть такое выражение древнее, которое звучит следующим образом. Учитель, который учит концентрации, хуже убийцы. Убийца убьет только это физическое тело, это воплощение. А если человек занимается неправильной концентрацией, то он обречен на дуальность на несколько воплощений, то есть перерождений с удержанием в дуальности. Что происходит, когда мы занимаемся концентрацией? То есть есть наблюдатель, есть объект наблюдения. И вот первое правило, наша концентрация не должна быть искусственной. Если мы искусственно держим объект сосредоточения, то мы уходим, то что называют, в мир форм. Если мы уходим в сон, то мы уходим и растворяемся, мы растворяем свое сознание, уходим в бесформенность. То есть концентрация должна быть мягкой. То есть мы не должны искусственно, к примеру, концентрация на пламени свечи. Можно взять, смотреть на пламени свечи и искусственно не давать ему рассеиваться. То есть присутствует ментальное усилие. Это ошибка. Правильная концентрация – это когда мы смотрим мягко, без усилия, расслаблен ум, расслаблен лоб. И пламя созерцает только ясность внимания, а только ясность наблюдателя. И вот первое правило, которое я смогу обозначить, и всего практически 35 ядов таких, вот одно из них – это мягкость. Концентрация не должна быть искусственной. Мы не должны держать искусственный объект. Вот это вот самое главное. Хорошо. Следующий вопрос в эфир от Егора. Доброго времени возникла путаница с выбором практик. Узнал, что есть состояние пробуждения, просветления. Занялся практикой трансцендентальной медитации. Прямая передача мантр от мастера для развития тела необходим в выполнении асан. Йога асана я в данный момент не практикую, так как есть желание заниматься железной рубашкой. Заниматься и тем, и тем не получается. Хочу выбрать что-то одно для духовного роста. Помогите определиться. Так сказать, ни асана, ни железная рубашка не дают духовность, они дают фундамент для духовности. То есть сакральная структура нашего тела физического, эфирного и, возможно, даже психического. Это не духовность, это фундамент. Для духовности, если человек хочет духовно развиваться, это созерцание, концентрация, сосредоточение. То есть неотвечённое пребывание на том объекте либо на тех объектах, которые выбрал наше внимание на данный момент времени. И не отвлекаться, удерживать их. Мягко, ясностью. А там, что ему, себе помощники, выбрать? Либо йогу, либо железную рубашку? Это должен выбрать он только сам, куда душа лежит. И выбрать не то, что, допустим, ум скажет, так, это эффективнее, это поможет мне, допустим, там, в социуме, а куда тянет душа, на то пускай сделает акцент. Но, тем не менее, повторюсь, йога, железная рубашка. Смотря, если брать под йогой асаны и сравнить асаны и железная рубашка, эта телесность, если асаны, допустим, и железная рубашка с дыханием сочетаются, это ещё и пранаяма, то есть эфир подключается. Мы развиваемся в этих направлениях вширь. Духовность – это укореняться вглубь, только сознание. То есть правильно ты понимаешь, что можно заниматься йогой, железной рубашкой, а это друг другу мешать не будет? Нет, не будут. Есть время, пускай, нету, пускай выберет, что по душе. А ты говоришь, расширяться вширь, развиваться вширь уже не первый раз, и развиваться вглубь. Вот давай всё-таки поясним. Расширение вширь, ты что имеешь в виду? Это в социуме расширение, это в энергетическом плане наружное, или что-то ещё? И то, что внутрь. Это что, концентрация, опять же, глубинная на себе? Вот как-то давай уточним, чтобы не было недопонимания на шарде слушателей. Я обычно имею в виду, когда говорю расширяться вширь, если взять наши четыре первых тела – физическое тело, жаре энергетическое, навье психическое и колобье тела ума. Вот если прокачивать их, мы развиваемся вширь. То есть, можно их развивать, даже ментальное тело – это наша рациональность. Мы не повышаем вибрации, мы просто развиваем навыки, которые помогут нам в яве, либо в наве, в тонком плане. Вглубь, либо вверх – это процессы поднятия вибраций. То есть, это развитие тех матриц, то, что мы называем тел, то, что выше ментального тела. А развиваются они исключительно с сосредоточением и концентрацией. То есть, концентрация, я имею в виду, это вглубь, то есть, процесс поднятия вибраций. А всё, что увеличивает наши способности – энергетические, физические, интеллектуальные – это вширь. Способности вширь – духовность вибраций вглубь, либо аналог – вверх. Хорошо. На твой взгляд, всем ли доступны те способы развития, те принципы развития инструментария, о котором ты говоришь, или всё-таки есть какая-то ограниченность, какое-то ограничение по варности, по каким-то, может быть, предыдущим урокам предыдущих жизней? То есть, вот этот человек может делать то, что делаешь ты, и делают многие другие. А вот этот человек, как бы он не пыхтел, как бы он ничего не пытался сделать, у него никогда это не получится по определённым причинам. Ну, скажу сразу, да, конечно. Человека ограничивает первое его фантазия и его усилия. Усилия – это как раз его опыт на данный момент времени, который, если говорить о типоре дуальности, опыт накапливается нашими воплощениями. Варны – это лишь зеркало, которое может определить этот опыт. Итак, по этому опыту, по опыту человека можно, человека условно, любого разбить на три уровня. Младший, средний и старший. Младший – путь троичности, средний – путь семиричности, и высший – путь трансцендентности. То есть, береношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Каждый по мере способностей, по мере своего опыта и знания способен взять практики для своей реализации. То есть, нет смысла поднимать, так сказать, гантелю, трансцендентностью заниматься, если ещё и без гантели-то встать не можешь. Поэтому потренироваться, свой опыт прокачать на более приземлённых, чтобы не нарваться в практиках. Так, для каждого из этих трёх есть свои практики. – Вопрос эфира от Самары. Дмитрий, по твоим словам, люди, достигшие высокого уровня духовного развития, вибрируют на уровне радиации. Можно ли сказать, что все цветы, общеизвестные, находящиеся в миру, были ниже уровня? – Можно так сказать. Самое высоковибрационное растение – это орхидейная. У неё самая сложная матричная структура, точно так же, как воду. Заморозили, разморозили, талая вода, кристаллическая решётка поменялась. Мы смотрим, там снежинка замечательная, красивая. И чем выше вибрация, тем сложнее матрица у нас на веточном этом уровне. И вот самая высоковибрационная – это орхидейная. Но, тем не менее, она в пределе своего. Оно – это если растение. По-моему, дерево, насколько я знаю, самое высоковибрационное дерево – это орех, кедр, кедровые деревья. Насколько я знаю, даже царь Соломон отдал полгорода за один дом из кедрового, из кедра, который сделан по принципу золотого сечения, но жить в нём так и не смог. Также, если в правильном доме из кедра сделан по принципу сечения, и там есть ещё, если дерево распилить, и мы знаем, есть там с северной стороной, и у нас там больше ободки, и на южную – длиннейшие ободки. И если южными вовнутрь дома, а с северными снаружи дома всё это сделать, то в таких домах обычно становится домом как место силы, и даже не заводится моли. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Здравия, Дмитрий. По мнению одного авторитетного человека в славянском мире, да и по моим исследованиям, у наших предков не было медитации, духовных практик, как определённых специализированных действий. Вся жизнь русичей состояла в преодолении трудностей и получении жизненных уроков, взаимодействия с природой, что и составляло духовную практику. Не является ли медитация уделом мудрецов, людей высших духовных посвящений, особенностью понимания мира народов Индии, а не для расширения разнообразия быта усреднённой массы людей? Ведь многие люди занимаются этим без должного осознания необходимости самой медитации и соблюдения должной техники безопасности, а просто потому, что это модно в наше время. Так как можно и не только открыть определённые каналы, но и закрыть их, не говоря уже об иных последствиях? Благодарю. Также здравие. Здесь очень такая интересная фраза прозвучала. Может быть, медитация так, то, что медитация к предкам не относится, а может быть, медитация к более высоким духовным и йогическим сословиям относится. Из Индии, уточнение. Из Индии. Это можно так воспринять, что наши предки были ниже, так сказать, мудростью, философией, и им только через пот и кровь страданиями себя взращивать. Но это немножко в сторону. Первое. Смотря, кого мы относим к предкам, если вообще смотреть далеко-далеко-далеко, то я убеждён, что какой-то цивилизацией, предками которой мы также являемся, медитации и практики вообще не нужны были, так как они и находились постоянно в присутствии, как духовные сущности. И уже позже, в связи с какими-то, возможно, катаклизмами, либо ещё что-то стали, либо, допустим, то, что у нас планета вращается вокруг Солнца, Солнце вокруг галактики, галактика вокруг центра Вселенной, то есть я веду к ночь, день Сварога, и попали в эпоху, когда способности также падают. И уже пошли даже на этих тьмах взращиваться какие-то новые цивилизации. Смотря, как далеко мы смотрим к своим предкам, в любом случае практики не имеют национальности, сосредоточенность не обязательно выполняется в позе лотоса, полулотоса. Как уже говорил, ювелир без внимания качественную работу не сделает. Художник без наблюдения, фокусировки внимания ничего не нарисует. Танцор, он весь в движении, его всё внимание чувствует и тело, и музыку. Он, грубо говоря, тоже в медитации находится. И вот чем человек активнее работает со своим вниманием, тем более высоко его искусство. И поэтому не обязательно быть в позе лотоса, чтобы расширять внимание. Просто один человек, не знающий, копят эти точки фокусировки внимания от случая к случая, а другой сел в практику и начинает расширять активную работу внимания. По сути, медитация – это искусство. Не от случая к случаю копить единицы присутствия, а взять и сесть сразу там, объём присутствия и выполнить во времени. Но тем не менее, есть много картин старых, где ту науку, которую сегодня мы называем спас, казаки-характерики сидели в позе лотоса. Это, конечно, тоже не глубина наших предков, но тем не менее, наши предки были как и Веси, и Витязи, и Волхвы. Волхвы тоже занимались работой со знанием. Сегодня мы просто называем, работают сознания – это медитация. Возможно, в их время работой со знанием они могли назвать каким-то другим словом. Возможно, там, великое искусство держания внимания, там, медитация – слово, они не звонали. Но тем не менее, с сознанием однозначно люди работали, занимались и самосовершенствовали его. Только другими словами как-то это было названо. Хорошо, идём дальше. Оно без чернобогов. Вопрос эфир. Дмитрий, ты лично находишься одновременно в праве, яве и наве, только без разглагольствования, а конкретно «да» или «нет». Сразу скажу, дальше такой большой кирпич он достает и бросает в ту сторону. В тебе это не наблюдается. Много теории и пока мало реализации. Здравия. Давно не было в эфире. Я рад, что появился. Нет. Я не нахожусь в наве и в праве. Если бы я находился одновременно в яве и в наве, мне бы незачем были бы практики. Мне бы незачем было бы вообще что-то вещать, теоретически о чём-то разглагольствовать. Я бы, возможно, если бы находился в этом состоянии, бы сидел, а задаваемый человек вопрос получал тут же бы ответ. А я использую самый низший инструмент передачи информации – это речь, то есть общение. Поэтому однозначно я и занимаюсь практиками для того, чтобы достигнуть этого результата. А так нет, я этого результата ещё не достиг. Совершенно верно. Спасибо за вопрос. А скажи, пожалуйста, вот для чего сейчас необходимо при жизни пытаться достичь этого состояния? Ведь если физическое тело расстаётся с высшим я, то есть высшее я расстаётся с физическим телом, то оно так или иначе попадает как раз в те самые субстанции, о которых мы говорим. То есть составляющие яви, нави и прави, или там даже слави кто-то туда может попадать. То вот стоит вопрос, а зачем этим заниматься? Ну, живи ты на земле, живи по совести. В общем-то, почитай своих предков, воспитывай детей своих, занимайся общинными делами, ворогом по шее, давая случай, если прутся к тебе каким-то недобрым умыслом. И после смерти, в общем-то, всё будет так, как должно быть. Зачем заниматься какими-то практиками, визуализацией, медитацией или чем-то там ещё? Каждый занимается то, что ему по душе. Самое главное, чтобы действие давало ему наслаждение. Но наслаждение не психическое, а душевное. И вот когда мы приобретаем цельность, то есть гармония тела, души и духа, мы спутываем именно душевное наслаждение. И вот именно для чего человек работает с сознанием, однонаправленной фокусировкой внимания, чтобы прийти к этой цельности. И вот самое главное, это мы начинаем душевно наслаждаться. Если человек испытал какой-то опыт, хоть малейший опыт медитативный, и отвлёкся хотя бы на него, то он однозначно испытал душевный опыт наслаждения. Здесь нет сухой и грубой механической работы. Это всё выполняется в наслаждении. Дальше вопрос от Енисея. Здравия! Желаю всем слушателям и ведущим в эфир. Дмитрий, поздравляю тебя с днём твоего появления в этом чудесном мире. Добра и света тебе. Теперь вопрос. Дмитрий, как ты поступаешь с мыслями, которые приходят во время концентрации? Я так сразу такой ответ предвижу. Вот есть мухобойка, есть мыслебойка. Так мысль лезет, так бац по ней. Итак, что же ты делаешь? Как ты поступаешь с мыслями, которые приходят во время концентрации? Я сейчас применяю технику, которая предполагает ментальной концентрации, то есть наблюдение за внутренним диалогом. На определенном моменте, наблюдая за внутренним диалогом, он саморастворяется, и человек входит в состояние, где наблюдает наблюдателя. Мыслей нет. Но удерживаться в этом состоянии длительное время – это мастерский уровень, и порой, да, приходят мысли. Самое главное – это искусственно их не отгонять, а также мягко начинать продолжать созерцать ее. И если мы ее видим из стороны, она у нас энергию не отнимает и саморастворяется. То есть наблюдая мысли. Бывают такие моменты, когда человек занимается практикой, а потом раз начал о чем-то думать, о своем рациональном, насущном, потом раз отвлекается, ой, что это я отвлекся, я же в практике медитативной, и возвращается. И вот это называется инструмент памятования, когда мы поняли, что мы отвлеклись и вернулись в свою практику. И вот есть только два инструмента для продолжения практики. Первое – это увеличение ясности внимания. И второе – все-таки, если нас выкинуло на внутренний диалог, мы применяем пометование. То есть осознали, что мы отвлеклись, поняли, что мы делали до этого и вернулись в практику. Вот два инструмента ясности и пометования. Мои два инструмента. Хорошо. Следующий вопрос в эфир от Александра из Брянска. Здравия, Дмитрий. Вы часто говорите о том, что больное тело забирает энергию. И чтобы начинать заниматься практиками, нужно подготовить тело. Подскажите тогда, что вы думаете по тем болезням, которые не могут вылечить врачи? Как с ними быть? Может ли помочь в лечении таких болезней, медитации? Или можно ли, скорее всего, можно ли, занимаясь вашей системой сварга, можно избавиться от таких болезней? Например, давно лечу пристательную железу и понял, что традиционная медицина тут бессильна, так как она лечит симптомы. Благодарю. Александр из Брянска. Здесь такой момент. Для физического тела ближе всего физические упражнения, для ментального тела ближе всего техники сосредоточения, для эфирного тела ближе всего энергетические практики. Для каждого недуга есть свой инструмент воздействия. Но все проблемы кроются в ментальном плане. Если у человека слабое сознание, то ментальные практики для решения этой проблемы ему бессмысленно давать. Ему нужно сходить с стороны яви, то есть физического тела. Если же у человека сильный уровень сознания и присутствия, тогда он может ментальными практиками свой недуг преодолевать. Почему же современная медицина все болезни решить не может? Очень просто, потому что наша современная медицина – это не потолок разгадки Вселенной. Только ДНК человек, наука разгадала на 3%, только космос точно так же на 3-5% изучен. И то же самое медицина далеко всю причинно-средственную связь не лечит. Сегодня медицина лечит только физический план, до эфирного плана даже не доходит раз, причинно-средственную связь не понимает – три. И четвертое лечит как? Лечит внешней алхимией, то есть убирает не причину, а следствие. Надо самостоятельно заниматься как минимум внутренней алхимией, то есть дышать, как минимум поднимать свой ПАЖ и заниматься сосредоточением. На своем опыте скажу, что у нас люди излечивались. И не побоюсь этого слова, уже сегодня уже никакой медик не может сказать ничего против, так как мы подтянули, и у нас уже сегодня все документы на руках есть. И не только рак второй стадии, рак третьей стадии, когда метастазы по всему телу. Но и самое сложное, что медицина сегодня вообще не лечит – это панкреонекроз, то есть мертвая ткань, а именно панкреонекроз поджелудочной железы. То есть если сказать, что вылечить панкреонекроз, то все равно что сейчас на весь социум сказать – взяли и воскресили поджелудочную железу. Да, поджелудочная железа, можно сказать это слово, обратно ожила, и клетки обратно восстановились. И вот опыты даже такие есть. Человек не может излечиться не потому, что это нереально, а потому что либо у него нет знания, как это сделать, либо нет сил, чтобы это совершить. А так во Вселенной, Вселенная абсолютно самодостаточна, автономна, а мы единица Вселенной, мы точно так же самодостаточны и автономны. И человек ограничивает либо же его усилия и знания. Вот, в принципе, и все. Ты когда говорил про воскрешение поджелудочной железы, так, а чем мы занимаемся в воскресении? Да, воскрешаем поджелудочную железу, понятно. Когда ученые говорят, что наша Вселенная бесконечна, бесконечное количество звезд, мне всегда умиляет, когда ученые, потом другие, следуя за ними, говорят, мы изучили Вселенную на 3-5%. Звучит очень интересно. Как бесконечность может в процентах измерить? Ну, это так, это реплика, можно не комментировать. Нет, я не про комментацию. К сожалению, сегодня я ограничен во времени физически, и на все вопросы не смогу, к сожалению, ответить. Я думаю, может, все вопросы, которые сегодня существуют, вот уже написаны, может просто выделить какой-то следующий эфир, где просто по вопросам и по свободному общению пообщаться. Хорошо. Ты прямо сейчас хочешь прервать, или еще у тебя есть там несколько минут? Ну, вот пару минут есть, и... Давай тогда, ладно, раз мы говорим про медитацию, давай тогда посвятим последний вопрос уже медитации. Вопрос эфир. С днем воплощения тебя, Димочка, из годовщины Центра Совершенный Человек. Вопрос. Практики можно совершать в статике и в движении, а вот медитация предполагает только уединение? Нет, предполагает только ум. Именно ум ищет вариант, где ему полегче, чтобы не цепляться и не отвлекаться. И обычно он предполагает, выбирает там, где меньше всего раздражителей, и легче дается практика. И чем сильнее сознание, тем меньше мы раздражаемся и цепляемся за внешние раздражители, и тогда нам без разницы, где мы находимся, в социуме, в городе, в лесу, в горах. Мы можем заниматься практикой созерцания, концентрация, и так далее. Медитация – это уже цепление, это уже отвлечение. Оно может возникнуть как в городе, так и в пещере. Ну что же, давай тогда уже будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Все-таки надо учитывать, что у тебя сегодня день рождения, и это тебя обязывает перед твоими гостями выполнять какие-либо действия. Поэтому будьте, пожалуйста, снисходительны и войдите в положение с пониманием нашей уважаемой радиослушки. Мне самому всегда очень интересно общаться с Дмитрием. Поэтому не могу сказать, что я вот так с радостью готов с ним расстаться, но, опять же, день рождения – это не каждый день. Итак, давай в заключение, наверное, что-то доброе, вечное скажем нашим радиослушателям напоследок на прощание. Хотелось бы сказать, что первое и самое важное, с чего надо начинать самосовершенствоваться и вообще жить – это с улыбки. С улыбки на лице. У нас есть такое выражение. На лице улыбки, на сердце радость. Это самая главная практика. Больше радуйтесь. В первую очередь, когда вы видите какого-то учителя, либо там псевдоучителя перед собой, в первую очередь, увидите в нем человека, а не там какого-то там негодяя или, наоборот, там какого-то святого. Все мы люди, все ошибаются, все что-то там делают и рационализировано, и плевло. Бывает от неосознанности, либо от осознанности, либо от незнания. Улыбайтесь, в первую очередь, замечайте человеческое, о неспособности человека и так далее. Всем удачи, всего доброго. Повторюсь, на лице улыбку, на сердце радость. Это мое главное правило. Ну что ж, Дмитрий, в очередной раз благодарю тебя за участие в передаче, за очень открытые ответы. На мой взгляд, местами даже очень и очень интересные вопросы. В очередной раз завидую самому себе, что общаюсь с такими интересными авторами и с такими интересными слушателями, которые умеют так хорошо отвечать на так хорошо заданные вопросы. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 25 октября 2016 года, вторник, по одному из старинных 35-й день месяца Божественного начала 7525 лета понедельник. Мы уже в эфире общались на тему «Жизнь как медитация на пути развития человека». Автор-соведущий Дмитрий Лапшинов, у которого сегодня, еще раз напоминаю, день рождения и все поздравления и цветы в машину, как говорится, да, вот как раз в его честь здесь звучали. А мне остается только вам сказать, что с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова